Вот ребята уже, поехали, работают. Вот так вот всё выставлено, забито, выровнено. Как-то так. Итак, вот имеем, значит, опалубку, столбы. Вот столбы вот так вот приварены. Значит, газобетон у нас будет идти вот досюда, до верха. 2,05 у нас получается примерно от земли, от опалубки метр семьдесят пять. А эти пониже, потому что здесь будет прожили на горизонтальной, а сам профлист, он будет повыше. Вот, ну это всё как бы отрежется, наверное. Ну да, вот так вот у нас здесь выставлена арматура. Конечно, конструктивная, это вот горизонтальная, вертикальная, это у нас, или как это называется, несущая, а это конструктивная, она особо не играет роли. Можно было бы из восьмёрки делать. Вот, как-то так. Вот, как-то так вот. Значит, это у нас, не знаю, будет, наверное, как защитный слой использоваться снизу. А, деревяшки, на деревяшках, вот. И как раз это и есть будет у нас защитный слой деревяшки. Вот там приварено. Как-то так. Так, и ещё у нас, получается, будет калитка. Калитка у нас будет вот здесь. Так, а что мы сделали-то? Метр 75, так, калитка. Так, а здесь-то у нас мы чуть-чуть накосячили, да? Бывает. Главное, чтобы этот, не залить. Ха-ха-ха. Вспомнил, да, потом? Да. Понятно. Ну, ладно, всякое бывает. Так. А это у нас идёт, значит... О, бита. Надо взять, чтобы не упала. А, эта бита, её можно бросить, сломалась, да? Сломалась, да. Ладно. Так. Как-то так. Ну, здесь у нас должно быть, вот... Мы 20 сантиметров отмеряем. То есть, на 20 сантиметров должно остановиться. Это для Швеллера. Всем привет! Хотел бы вам показать, как мы сегодня заливали бетон. И дать несколько советов. Значит, если вы нанимаете организацию, которая будет заливать вам бетон, обговорите, кто будет оплачивать простой. Что такое простой? Когда к вам подают машину, то организация, она даёт вам бесплатно, например, определённое время на выгрузку бетона. Допустим, у нас 6 кубов дали нам 40 минут, а заливали мы полтора часа. Соответственно, за вот эти 40 минут нас ещё взяли сверху полторы тысячи. Я понимаю, когда сложный фундамент, когда сложный подъезд, когда есть какие-то ещё факторы, которые не зависят от ребят, которые делают производство работ, заливая, так сказать. Но когда у вас проблем нет с заездом, когда у вас либо плита, либо лента, то есть сложностью с заливкой нет, то в таком случае не может быть оснований, чтобы вам долго заливали. Вот. Ну, кто как на это смотрит, вам необходимо просто с этой организацией обсудить. Есть какие-то факторы независимые, кто будет их оплачивать, пополам, не пополам. То есть вы должны просто быть предупреждены. И тогда сделайте вывод, что может вам дополнительные силы, руки требуются. Может вам, ну, перенести заливку или ещё что-то. Потом необходимо перед заливкой просто подойти и пошатать каркас и посмотреть, а вообще выдерживается ли защитный слой бетона от арматуры. Вот, например, у нас как было, я сразу не обратил внимания, и были проблемы. Каркас не был должным образом зафиксирован. И ребята, которые, значит, занимались вязкой каркаса, они не приобрели и не сказали про пластиковые ограничители, которые надеваются на арматуру и тем самым выдерживается вот этот защитный слой бетона. И в попыхах, бегая с вот этой вязальной проволокой, пришлось самостоятельно всё это подвязывать, тем самым защитить арматуру. И ещё очень большая опасность – это использование вибратора. Он уплотняет бетон, масса бетона увеличивается и не выдерживает опалубка. У нас была опалубка 50-ка, и с учётом того, что лента шириной всего 20 см и высотой 30 см опалубка расходилась. Ну, вот в одном месте – это из-за того, что переуплотнили. Поэтому очень аккуратно. Быстро опускаем, быстро вытаскиваем. Какой ещё момент? Приготовьте плёнку, степлер, тем более, если дождливая погода, дождевики. Прогонять, кстати, если это узкая какая-то лента, удобнее не лопатой, а просто квадратной трубой металлической. Вот такие моменты. Не забывайте про разного рода закладные детали. Либо металлические, либо это просто труба какая-то пластиковая. Подумайте об этом, потом будет меньше проблем. Вот у нас даже случай был, что несколько раз я говорил, что необходимо предусмотреть место для калитки, и его чуть не проворонили. Уже пришлось каркас вырезать, опалубку там делать. Вот, поэтому не торопитесь. Не торопитесь. Бетон заказывать хотя бы за 3-4 дня. То есть, конечно, тяжело это предугадать, когда заберётся каркас, опалубка. Ну вот, за день, за два проблема большая найти бетон. Вот я хожу сейчас, исправляю, привязываю вот этот пруд к этому, чтобы опалубка так не болталась. И вот такие ещё элементы делаем, чтобы он тоже был выдержан в защитный слой.